Доброе утро, дорогие друзья! С вами встречает этот новый день Павел Михно, и сегодня я, как всегда, спешу порадовать вас самыми интересными новостями. Это программа Фрэш-новости. Мы начинаем! Днём на территории Гомельщины ожидается сплошная облачность и без осадков. Столбик термометра опустится до минус 4 градусов. Ветер будет восточного направления скоростью от 3 до 5 метров в секунду. Что касается климатических рекордов, то самым тёплым оказалось 13 февраля 1995 года. Температура воздуха прогрелась до 6,5 градусов. А рекорд со знаком «минус» был установлен в 1970 году. Тогда температура опустилась до минус 27,9 градуса Цельсия. О финансовых новостях. Наиболее выгодный курс покупки доллара сегодня составляет 2 рубля ровно, евро 2 рубля 45 копеек и 3 рубля 43 копейки за 100 российских рублей. Такие курсы валют предлагают Францебанк, Абсолютбанк и БНБ-банк. А вот наиболее экономичная продажа валюты осуществляется в Билл Инвестбанке, Абсолютбанке и Францебанке. Курс продажи доллара составляет 2 рубля ровно, евро 2 рубля 46 копеек и 3 рубля 44 копейки за 100 российских рублей. Бесплатная школа бертвотчинга. Наблюдение за птицами откроется в этом году в 10 городах Брестской и Гомельской областей. Школа бертвотчеров является одним из ключевых мероприятий инициативы общественной организации «Ахова птушек Батьковшины». В Гомельской области бесплатные курсы наблюдения за птицами планируются открыть в Гомеле, Турове и Мозере. Их слушатели смогут познакомиться с основными видами птиц Беларуси, приобрести базовые навыки бертвотчеров, узнать, как правильно наблюдать за птицами, одеваться, прокладывать маршрут для бертвотчинга. Курсы предусматривают 8 теоретических занятий и 2 полевые экскурсии, которые будут вести профессионалы. Планируется, что в основном школы начнут работать в марте-апреле. Сейчас идет прием заявок от участников. Связаться с организаторами в регионах можно через организацию «Ахова птушек Батьковшины», написав по адресу info-sobaka-ptushki.org. Каждый выпускник школы бертвотчеров получит в подарок книгу о птицах Беларуси. Кроме того, в рамках инициативы в каждом из городов-участников появятся стенды определителей птиц. В Белорусском Республиканском Союзе Молодежи стартовала акция «За любимую Беларусь». Ее мероприятия посвятят различным знаковым событиям в общественно-политической жизни страны, республиканским праздникам и Дням города. А сама акция будет проходить в течение всего года. По традиции планируется проведение марафонов добрых дел, благотворительных эстафет, трудовых десантов и творческих фестивалей. Главной задачей проекта является формирование у молодежи патриотизма и уважение к традициям, истории и культуре народа. К участию в акции общественное объединение призывает всех энергичных молодых людей, в чем сердце живет любовь к родной стране и вера в то, что его доброта и забота нужны людям. Как сообщает газета «Гомельская правда», в музее редкой книги областной библиотеки имени Ленина сегодня в 15.00 откроется выставка, приуроченная к 190-летию со дня рождения Жюля Верна. Здесь будут представлены уникальные издания из фонда редких книг и книжной коллекции князей Паскевичей, среди которых самое ценное – иллюстрированное прижизненное издание 19 века на французском языке, из фамильной коллекции Паскевичей и журнал 19 века с памятной статьей. Экспозиция будет работать до 13 марта. Вход свободный. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Удостоверяющий личность. Однако это обязательное условие для обладателей этих имен. Но это еще не все сюрпризы, которые готовит дворец. С 14 февраля начинает действовать акция «Бонус в день рождения». В ее рамках именинники получат возможность посещать выставки за полцены, для чего нужно будет предъявить паспорт или свидетельство о рождении. К слову, в картинной галерее Гаврила Ващенко, расположенной по улице Карповича 4, также будет действовать акция для влюбленных. 14 февраля посетить выставки по одному билету можно будет вдвоем. В галерее отметили, что влюбленных определят по улыбке. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Бобруйчанин установил рекорд Беларуси по бегу на беговой дорожке. Виктор Нежельский встал на беговую дорожку в рамках благотворительного проекта «Зимние беговые игры», состоявшегося в минувшие выходные. Свой рекордный забег Виктор начал в 9 часов утра, а закончил в 21.30. Все 12 часов атлет бежал со скоростью чуть более 10 км в час, а останавливался лишь один раз для перезагрузки беговой дорожки. По словам Виктора, бегом он увлекается давно. Только в прошлом году пробежал три марафона и участвовал еще в шести пробегах на различные дистанции. А на рекордный забег его вдохновила возможность помочь детям с инвалидностью. Напомним, что в рамках благотворительной акции «Зимние беговые игры» состоялись масштабные пробежки в кроссовках, коньках, на лыжах и даже на тренажерах. Присоединиться к забегам мог любой желающий. Все собранные километры будут переведены в деньги и пойдут на закупку спортивного инвентаря и переоборудования стадиона для Молодечнинской специальной общеобразовательной школы-интерната для детей с нарушениями зрения и Молодечнинской санаторной школы-интерната для детей больных с колиозом. Гоменский городской центр социального обслуживания семьи и детей проводит благотворительную акцию «Зимовать теплее вместе». Каждый желающий до 28 февраля может передать рукавицы, шарфы, шапки, свитера и другие предметы теплой зимней одежды сотрудникам центра, которые после окончания акции подарят эти вещи детям. Все предметы принимаются по адресу улица Юбилейная, 8, корпус 2. Подробности по телефону 35 75 88 и 35 75 65. Второй международный конкурс «Мойся Брабаян» пройдет в Гомеле с 14 по 16 февраля в Колледже искусств имени Соколовского. В конкурсе примут участие 163 юных музыканта детских школ искусств гимназии колледжей Беларуси, России и Литвы. В дни форума пройдут концерты выдающихся музыкантов Беларуси, ближнего и дальнего зарубежья. Лауреатов международных конкурсов, а члены жюри проведут мастер-классы. Первый областной конкурс «Мойся Брабаян» состоялся в марте 2000 года. С тех пор проведено 8 областных конкурсов, в которых участвовали около полутора тысяч юных музыкантов из разных стран. Ученые провели исследование, которое помогло им установить, что употребление лекарственных препаратов на основе парацетамола может привести к нарушению репродуктивной функции. В исследовании медиков участвовали только лица, достигшие 18 лет. Всего было выбрано 455 добровольцев. Кроме этого, специалисты проанализировали архивные результаты обследования практически двух тысяч близнецов из Европы и более тысячи обследований людей с афроамериканскими и испанскими корнями. В итоге у всех исследуемых, которые принимали лекарства на основе парацетамола, наблюдалось истощение половых гормонов. Из-за этого они испытывали сложность с беременностью, а прием подобных лекарственных средств во время беременности увеличивал риск выкидыша и возникновения ряда других проблем. Ученые из румынского университета утверждают, что можно употреблять в пищу свежевыпавший снег. Румынские специалисты говорят, что снег, который выпал менее двух дней назад, не опасен для здоровья людей. Загрязнение бактериями и плесенью происходит лишь спустя какое-то время. Ученые взяли образцы снега из парка и вблизи кольцевой развязки в городе Меркурия-Чук в январе и феврале. Поместили их в герметично закрытые стерильные контейнеры, которые содержались при специальной температуре. Ученые проследили за развитием в пробах бактерий и плесени. Выяснилось, что у свежего снега, выпавшего максимум 12 часов назад, содержание микроорганизмов было незначительным, но уже через два дня насчитывались десятки микробов. В городе Ланкастер, штат Пенсильвания, сотрудники полиции смогли найти подозреваемого в краже благодаря портрету, который нарисовал один из свидетелей. Стоит отметить, что рисунок был, мягко сказать, схематичным. Разыскиваемый мужчина приходил на местный рынок и представлялся продавцом, пока настоящие продавцы отходили от своего товара. Получив деньги от покупателей, он убегал. Один из свидетелей нарисовал очень приблизительный портрет мужчины, который после прикрепили к объявлению о розыске. К большому удивлению, уже на следующий день личность подозреваемого смогли установить. Сейчас устанавливается его местонахождение. Это были Фрэш новости. Для вас я готовил Павел Михно. И помните, доброе утро приносит, добрый день. Редактор субтитров А.Семкин